Всем привет, ребята! На связи Грим Оптимисты. Как вы думаете, какой новый уникальный танк у нас сейчас на супертесте? Хотел бы я вас спросить, если бы вы, конечно, уже не прочитали название и не поняли то, что речь идет, естественно, про новый премиальный танк 8 уровня. То, чего мы все так ждем, ребята, согласитесь. Ведь их так мало в последнее время выходит. Всего лишь штук 25, наверное, за последний год. Ну, вообще просто крохи. Надо больше премов, ребята, больше. Вот, поэтому разработчики решили, ну, уж пойти навстречу нам игрокам и сделать еще один премиальный танк. Правда, в этот раз он немного необычный, он легкий. Это Т-44 облегченный, как вы уже поняли. Есть у нас Т-54 облегченный сейчас и вот еще Т-44. В принципе, машина премиальная, именно легкая на 8 уровне, это не самое частое явление. Да, у нас их немного таких. Вот, поэтому, возможно, кому-то действительно это покажется полезным. Все-таки ЛТ-воды в игре у нас есть и в плане премов они довольно сильно обделены. Давайте же посмотрим, что у нас интересного в плане, скажем так, характеристик этой божественной машины. По бронированию, если мы взглянем на схему, то сразу бросается в глаза, что все примерно как у Т-44. То есть, конечно, разница есть определенная, да, но я могу вам сказать, что она не кардинальная. 44-ка давно уже ничего не танкует на своем уровне, ну, обычная, которая СТ-шка. И этот танк будет примерно так же себя чувствовать. То есть, какие-то рикошеты от башни, возможно, там, от ВЛД под большим углом, но в целом, конечно, будет пробиваться, что, согласитесь, для ЛТ не страшно. Ну, правда, 44-ка также пробивается, она все-таки СТ, и для нее это уже, ну, не то чтобы страшно, но неприятно. Вот, ну, тем не менее, такие дела. Если мы глянем на характеристики, то, конечно, первое, на что надо обратить внимание, это удельная мощность. Надо сказать то, что у этого легкого танка она, ну, на таком среднем уровне достаточно. То есть, это 24 лошади на тонну, ну, неплохо, но не более того, то есть, не сказал бы, что сильно много. При этом, хорошая максималка, 68, да, это довольно достойно. В общем, танк будет довольно быстрый. Сопротивляемость, кстати, тоже не такая уж и плохая по грунтам, ну, средненькая. Но, тем не менее, то есть, тачанка будет, в принципе, неплохо ездить. Если мы глянем на прочность, тут все стандартно, 1200, вот, так что, ну, придраться особо не к чему, наверное. По броне уже, в принципе, все сказал. Обзор 390, ну, если честно, 390 у ЛТ, ну, как-то не очень много, да. То есть, ну, в принципе, не критично, если поставить там оптику, вентиляцию, там, доп. поётчик, может быть, или экипаж хороший, там, с вкачанными перками будет более-менее нормально, вот, но ничего особенного. При этом пушка действительно довольно любопытная. Вот, это не стандартное орудие, там, 240 на 175, нет. Тут у нас 170 пробития, да, немного меньше, чем у обычной 44-ки, но при этом урон 180. Такое число, да. Ну, в принципе, довольно часто встречается у нас на орудиях, вот, Т-34-85 подобный дамаг, там, и так далее. Но урон в минуту не фонтан, 1870, ну, мягко говоря, не очень много, но, в принципе, и не сказать, что прям, капец, как мало для ЛТ, по крайней мере. Вот, перезарядка будет 5.7, это без учёта, там, досывателей и всего прочего. Гораздо любопытнее то, что у машины хорошая точность, 0.31, ребята, и при этом сведуха менее 2 секунд, 1.9. Это хорошие показатели, правда, ну, пушка, ещё раз говорю, не особо злая на уровне, но хотя бы с хорошими характеристиками. В плане стабилизации тут, ну, так, средненько всё, то есть, в принципе, ну, относительно неплохо, но бывает и лучше. При этом углы вниз минус 5, в принципе, стандартные для советских танков. И по факту, ребята, по факту, мы имеем крайне такую, ну, неоднозначную, наверное, машину. То есть, ЛТ-воды, наверное, обрадуются, да, забыл сказать, что пробитие голдой 210. ЛТ-воды, конечно, обрадуются, потому что, ещё раз говорю, у них немного машин, тем более советский танк, да, и, возможно, он даже будет нагибать в ровных руках, потому что, ну, всё-таки динамика есть, какая-то броня даже есть, есть, в принципе, точность, да, есть какой-то, ну, по крайней мере, скорострельность есть, вот, и на голде, в принципе, пробитие неплохое, но, понятное дело, то, что какой-то адовой машиной нагиба, я думаю, этот танк не станет, но, ещё раз говорю, под ровными руками, скорее всего, может проблем доставить. Ну, ребята, ну, сколько можно премов уже, ну, серьёзно, ну, что это такое? Вот, я не знаю, вот, с одной стороны, как бы, кто-то из вас скажет, что ты ноешь, да, премы же не вредят игре, ну, ребят, как посмотреть, потому что, когда прем танка вводится больше, чем обычный, это напрягает просто, ты заходишь в бой восьмого уровня, и у тебя, там, 70% команд это премы, это нездоровая движуха, понимаете? Как бы, я не знаю, ну, ладно, хоть лёгкий танк, хотя бы сейчас, это лучше, чем, там, какой-нибудь очередной, там, из третий, а-ля, да, или что-нибудь такое, ну, в целом, говорю, лотоводам, наверное, будет приятно, остальным насрать всем, как бы, такое. Всё, ребята, в общем, спасибо за внимание, пишите свои комментарии, там, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, всё как обычно, всем до скорого, и всем пока!